Какие изменения в глазах могут свидетельствовать о заболеваниях разных органов? Как выглядят глаза при наличии воспаления в организме? О чем говорят изменения цвета слизистой глаза? Что делать при появлении различных изменений в глазах? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно по глазам заподозрить заболевания внутренних органов. Глаза, пожалуй, самый важный орган, определяющий не только состояние психики человека, но и наличие патологии внутренних органов. Какие изменения в глазах могут свидетельствовать о заболеваниях разных органов? С помощью органа зрения человек не только видит окружающий мир, но и выражает свое отношение к нему. По выражению глаз можно оценить настроение, общее состояние и даже умственные способности человека. Также некоторые изменения глазного яблока являются проявлением патологии внутренних органов. Это происходит вследствие того, что слизистая реагирует на колебания содержания в организме некоторых веществ. Отмечаются сосудистые изменения и нарушения рисунка слизистой. При интоксикации, вследствие высокой концентрации токсинов в крови изменяется характер слизистой глаза, она становится более блестящей. Ведь недаром говорят о том, что у больных с лихорадкой блестят глаза и даже существует термин, обозначающий лихорадочный блеск глаз. При заболеваниях, сопровождающихся выраженными нарушениями метаболизма, отмечается появление сухости и тусклости глазного яблока. Внешние изменения сред глаза выявляются при различных заболеваниях, сопровождающихся нарушением кровотока, особенно микроциркуляции. Это видно по появлению расширенных сосудов, даже кровоизлияний. Различные воспаления, инфекционные заболевания, например, аденовирусная инфекция протекают с поражением слизистой оболочки глаза, что сопровождается отеком век, обильным слезотечением, покраснением и выделением слизистогнойного секрета. Еще одним симптомом, свидетельствующим о заболеваниях, является отек век, который возникает при аллергической реакции и почечной патологии, иногда при застойных проявлениях сердечной недостаточности. Как выглядят глаза при наличии воспаления в организме? Вот несколько примеров изменения глаз при разных заболеваниях. Первое. Стафилококковая и стриптококковая генерализованная инфекция протекает с развитием гнойных образований в области волосяных фолликулов. Если это происходит у ресниц, то это ячмень, присутствие которого требует вмешательства офтальмолога и обследование с целью определения причины разгола бактерий, инфекция, иммунный дефицит. Второе. Заболевания щитовидной железы проявляются разными изменениями в области глаз. При гипотиреозе выпадают брови, при гипертиреозе отмечается экзофтальм. Третье. Сахарный диабет проявляется усилением сосудистого рисунка в области глазного яблока. Четвертое. Системные патологии. Протекающие с поражением соединительной ткани протекают с проявлениями эписклерита. Например, системная красная волчанка. Пятое. Генерализованное изменение сосудов, при которых диагностируется гипертония, вызывает не только расширение сосудов глаза, но и кровоизлияние. Шестое. Характерное воспалительное проявление со стороны сред глаза, сопровождающейся светобоязнью. Отеком век и слезотечением могут быть одним из симптомов инфекционного заболевания, например, цитомегаловирусной инфекции, распространенного простого герпеса, аденовирусной инфекции или листериоза, заболевания, передающиеся от животных. Седьмое. Отек век является не только симптомом воспаления, но и проявлением аллергической реакции. Отек к венке часто бывает реакцией иммунной системы на различные аллергены. Восьмое. При некоторых паразитозах происходит попадание паразита в среду глаза, что проявляется присутствием его под слизистой глазного яблока. Токсокороз, о чем говорят изменения цвета слизистой глаза. По цвету слизистой глазного яблока можно диагностировать следующее состояние – гиперемия, воспаление, сосудистая реакция. Желтизна, заболевание печени или патология крови. Голубизна, анемия. Именно глаза часто могут просигнализировать о наличии нарушений в состоянии здоровья. И не только выражение глаз, которое, конечно, меняется у больных людей, но и внешний вид и структура. Что делать при появлении различных изменений в глазах? Если появились какие-то отклонения в состоянии органа зрения, то стоит посетить окулиста. Посоветовавшись с доктором и после его осмотра, возможно, надо будет показаться терапевту и сдать анализы. Будьте внимательны к себе и близким. Появление каких-либо отклонений требует осмотра специалистов. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!